чё как дела в целом по курсу может какие-нибудь вопросы есть на которые сначала можно поотвечать перед семинаром или пожелания или мысли в каком порядке делать ресайсы кровь при агентациях ну это зависит короче общие рекомендации нет зависит того что ты решаешь то есть конкретно наши домашки там просто было такое ограничение потому что руслан не хотел чтобы вы в определенном порядке их делали чтобы не получилось чтобы не получились исходные данные из которых он данные для домашки брал поэтому это не общая рекомендация то что он писал это именно ограничение домашки нарезается и кровь вот вообще ну не знаю обычно у тебя есть картинка она часто не супер хорошего качества хотя бывают задачи в которых работа с картинками хорошего качества вот и но не знаю зачем там может быть если ты хочешь картинку за обскейлить как для своей задачи это может быть разумно ее сначала ресайзе там в большую размерность а потом кропать если тебе нужно работать с большими картинками но общего ответа короче нет я сказал все пока что хорошо как домашка что решили что-нибудь бонус нарешали да да хорошо курс уже закрыли с бонусами или нет но она бы еще оценки узнать за первые домашки поэтому пока что не знаем как-то к экзамену или ждать автоматов я обновил на этой неделе ассистента чтобы они проверили домашек может быть ну еще раз сегодня завтра так 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 сегодня короче будем говорить про следующую вещь будем говорить про обработку последовательности для тех кто на лекции пока что не ходил или не смотрел история следующая мы работали раньше с картинками сейчас переключились на текст и текст это такой дефолтный пример данных в которых у нас важно именно последовательность того что у нас происходит да то есть картинках нам важно то как пиксели взаимодействуют друг с другом в плоскости грубо говоря поэтому мы пользовались там свертками это собственно архитектура слоя которая как-то учитывает именно на пространственные связи между между какими-то базовыми элементами нашего входа поэтому именно в картинках свертками было пользоваться засмысленно в последовательности свертками тоже пользуются в принципе на там пользуются не 2d свертками 1d свертка потому что ну типа зависимости от того у вас данные представляются прямоугольником или данные представляют какой-то линии какой-то длины вам может быть важно учитывать эти самые связи на разном уровне 2d свертки мы учитывали связи в квадратике ну логично что картинки там мы учитываем какие-то мини картинки скажем так мини паттерны вот в последовательных данных пользуются 1d свертками они тоже есть торче мы ими сегодня пользоваться не будем и так скорее комментариев просто потому что ну там может быть соответственно нужно пользоваться связями которые на некоторой линии на некоторые от отрезки данных скажем так выстраиваются в данных вот какие у вас вообще есть идеи где встречаются последовательные данные в мире вот мы сейчас работаем с текстами да вот на прошлом семинаре что-то разбирали ворту век сегодня тоже будем с текстами работать а где еще можно встретить поставить ну временные ряды например временные ряды и дача еще такой есть очень интересный случай временных рядов отдельный домен данных я бы сказал ну не знаю но еще звук например есть вроде как очень хороший пример звук тоже пример последовательных данных то есть мы можем звук как-то дискретизировать ну как мы обычно и делаем на копе да у нас всегда аудиозаписи они в какой-то чистой дискретизации и вот эти вот маленькие отрезочки дискретизации на которых мы знаем амплитуду и частоту мы можем использовать тоже как некоторых такой базовый блок который мы представляем наши данные аудиодорожку и с ними работать мы в этом курсе со звуком работать не будем но конечно deep learning звука тоже применяется на фкане допустим есть отдельный курс по применению диплёрнинга к звуку если хотите можете посмотреть программу в целом курсы чем там занимаются там курс посложнее потому что ну там типа модельки посложнее все немножко потяжеловеснее но какие-то общие идеи вполне себе есть тем что мы разбираем как бы на уровне ознакомления можете почитать программу хотя бы понять чему там все происходит вот так что еще по примерам последовательных данных ну допустим там кроме текстов на естественных языках можно работать с программным кодом тоже опять же вполне себе пример каких-то последовательных данных можно с ними что-то делать еще из примеров последовательных данных можно наверное примере с кодом примере с кодом с ним можно работать просто последовательностью символов типа слов которые у вас написаны подряд и в принципе применять все те же самые модели которые применяются для обработки естественных языков они как-то работают дают неплохое качество для не знают предсказания имен функции комплита кода еще чего-нибудь вот другая немножко область бывает бывают данные которые можно представить виде графа когда у вас есть какие-то узлы которые связаны какими-то осмысленными ребрами значит какие могут быть примеры данных которые представляются виде графа какие еще у вас что такое граф знаете да но как там как правильно сказать друзья в фейсбуке вот типа типа такого друзья в фейсбуке да 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 ну типа граф социальных связей грубо говоря еще такие идеи бывают еще было бы интересно послушать про примеры поэтому я знаю про графы но я не знаю где они применяются такси ну из примеров есть следующее короче во первых тексты на естественных языках тоже можно немножко представлять виде графов если мы проведем как сказать правильно то лингвистический анализ не лингвистический сквозь специально слова короче которая забыл благополучно но связи между словами в тексте тоже можно выстраивать виде графа да у нас предложение обычно теперь главное слово которое можно считать вершинкой одну или под подлежащие сказуемое у них есть зависимые слова там всякие дополнения были забыл уже вся часть речи господи ты боже мой вы поняли идея то есть можно строить граф зависимости слов предложения вот и как дальше с этим графом работать не знаю например там использовать это для разметки автоматической на часть речи тот же пример с кодом опять же программный код он в отличие от текста еще более структурирован да потому что текст такой какой-то непонятный какая такая каша данных программный год не такой у нас там всегда есть какие-то операнды какие-то штуки с которыми мы делаем какие-то операции вот программный код тоже может представить виде дерева и как-то обрабатывать в виде дерева сейчас я вообще сведу все это к чему это с последовательными данными что еще бывает с графом можно работать молекулами да то есть если мы переключимся в область биологии или химии там у нас тоже есть какие-то молекулы которые можно представить виде графа как-то их обрабатывать нейронными сетями для того чтобы генерировать новые молекулы так тоже делают при при дизайне лекарств например для того чтобы не руками там как-то тратить реактивы все это генерировать и смотреть на то как она будет взаимодействовать друг с другом а обучают сеточки для того чтобы предсказать как как молекула допустим белок будет выглядеть в трёхмерном пространстве и потом что-то там с ними делать не супер я спец в этой области но как пример данных которые представляются графами ну и допустим там графы знания какие-нибудь википедию можно представить в википедии смысле мин в плане статей можно представить как такие связанные штуки до которые друг на друга ссылаются где вершинки в графе это собственно статьи ребро между вершинками есть если вершинки ссылаются друг на друга короче вот это немножко все примеры в сторону казалось бы да потому что я вот сейчас говорил про последовательные данные что-то переключился на графы к чему это вообще я графы можно иногда спрямлять то есть вытягивать их в линию и тоже применять к ним модели которые работают с последовательностью так делают не очень часто и это довольно туповатый подход на самом деле ну типа кажется что туповатый но его тем не менее применяют и вот допустим в том же примере в том же примере с кодом как можно вот эту идею графа как-то спрямить чтобы это получилось последовательность и применить собственно сетку которая работает с последовательными данными можно сделать следующим образом вот есть у вас файлик спортом как я уже сказал есть какие-то переменные какие-то классы объекты которые друг друга взаимодействуют при помощи операции которые вы программируете из всего этого можно построить дерево типа того как бы вот чего все начинается что с чем взаимодействует по ребрам графа расписать собственно операции которые происходят вершинках написать операм такое дерево можно спрямить как-нибудь очень топорно скажем так можно допустим взять самый нижний слой дерева сказать что это будет последнюю часть последовательности взять предпоследний слой дерево скажешь это будет предпоследняя часть за все более более высшие уровни просто как бы вот так вот дерево выпрямить линию таким ну как бы к такому представлению данных можно тоже применить как бы сетки которые работают с последовательностями ну и это будет как-то работать допустим там в том же анализе кода это применяется более-менее ну другое дело что подход как бы не самый крутой да потому что мы теряем всю структуру нашего дерева мы не знаем какие вершины из каких были ну грубо говоря немножко знаем на самом деле но не суть вот в общем весь этот комментарий все это предисловие было к тому что последовательных данных бывает довольно много и поэтому архитектуры которые с этим последовательным данными работают они придумываются их применяют и все такое мы сегодня начинаем только разговор про такие архитектуры на следующей лекции на следующем наверное семинаре и в домашке кажется тоже у нас будет пример более продвинутой модели которые работают с последовательными данными но пока что рассматриваем такой самый базовый вариант очень старая идея называется lstm по моему идея что еще и 90-х годов супер известная супер базовая если вас там не знаю вы куда-нибудь будете вдруг собеседоваться там по диплёрнингу где-то вот вам надо будет отвечать на какие-то вопросы по базовому диплёрнингу то что мы сегодня обсуждаем это наверняка встретиться такая супер базовая вещь для выработки последовательности вот архитектура называется лстм который будем сегодня разбирать у нас третий человек включился на семинар архитектура называется лстм это частный случай архитектура которая называется арены значит аренен это архитектура очень общей идеи значит это не ну это не не история про те слои которые мы используем да это историка про то как мы обрабатываем входы выходы последовательности привет арина вот значит в чем идея арена самая базовая идея аренен заключается в том чтобы давайте мы возьмем нашу последовательность допустим текст разобьем текст на какие-то базовые токены так называемые токеном может быть что угодно это может быть буква это могут быть слова слова и словаря как мы в прошлый раз работали с порту века это могут быть какие-то под слова не знаю пары букв там тройки букв четверки букв и так далее это мог быть на словосочетания в принципе в теории но так мне кажется не сильно много делают но тем не менее короче разбивая последовательность какие-то базовые штуки и хотим сделать следующее вот здесь схемка нарисована более-менее значит хочется подавать токены нашей последовательности последовательно в нашу сетку вот снизу у нас здесь есть типа слова hello она исходно закодирована допустим ванходом кодингом то есть у каждой буквы есть свой вектор ванходом кодинга у которого типа на каком-то и там месте и соответствует индексу нашей буквы типа в нашем словаре грубо говоря индексу нашего токена словаре то есть тут не обязательно буквы мы можем слова кодировать он кодингом да как мы делали в таком порт как мы делали в прошлый раз на на борту веке вот мы что хочется хочется последовательно засовывать токен за токеном нашу сетку чтобы сетка чего-то выдавала на выходе вопрос как бы как в таком случае учесть последовательную связь токен для этого предлагается делать следующую штуку говорится давайте наша сетка будет принимать не один вход как мы обычно это делаем как у нас обычно было типа на вход x на выход y какой-то ответ для чего-нибудь предлагается делать следующее давайте у нас сетка будет принимать два входа и выдавать один выход какие-то будут два входа два входа пускай будут следующие пусть у нас будет один из входов этого вход представления нашего токена но в В случае сегодняшнего семинара это будут буквы. Мы будем работать с character level LSTM. Character level, потому что на уровне буквы. Короче, один из входов – это представление нашей буквы в виде one-hot вектора. Второй вход – это пускай будет некоторый вектор скрытого состояния, так называемый. Это просто некоторый вектор произвольной размерности, который будем сами выбирать. Это будет параметр нашей сети. Который будет делать следующую вещь. Этот вектор будет содержать в себе память по той последовательности, которую мы только что прошли. В некотором смысле. Как начать заводить всю эту структуру? Предлагается каждый раз, когда мы даем первый токен, допустим, в боче, давать заранее как-то инициализированный вектор. Допустим, всеми нулями просто. То есть, если мы рассматриваем фразу hello, то мы берем первую букву h, ее one-hot представление, берем как-то инициализируем вектор скрытого состояния, допустим, всеми нулями, подаем эти два входа в сетку. Сетка будет выдавать на выходе какой-то другой вектор скрытого состояния, как у нас обычно это бывает. У нас данные проходят через сетку, мы в конце получаем какую-то матрицу фичей, то есть, грубо говоря, для каждого объекта получаем какое-то скрытое состояние. Ну и в конце, если мы решаем задачу классификации, что мы обычно делаем? Мы обычно эту матрицу скрытых представлений, которые получаем в самом конце, мы к ней обычно применяем какой-то линейный слой, который отображает каждый объект в нашем баче из вот этого скрытого состояния в, допустим, пространство разминности количества классов. Тут будем делать так же, то есть у нас будет основной блок нашей сетки, который будет принимать в себя букву и скрытое состояние. Предыдущее скрытое состояние на нулевом этапе, оно будет инициализировано всеми нулями. На выход будет давать новый вектор скрытого состояния, и этот новый вектор скрытого состояния мы можем засунуть уже в полносвязный слой, который будет решать задачу классификации следующего токена. Вот такая идея. То есть мы по букве H будем пытаться предсказать букву E, дальше на втором этапе будем подавать букву E, и ее уже будем подавать с новым вектором скрытого состояния, который был получен из буквы H, вот здесь вот, из нашей сетки. Будем просто с предыдущей итерации брать вектор, который H соответствовал, ой, ой, вектор скрытого состояния, который соответствовал пропусканию буквы H через сетку, как бы, и вместе с one-code представлением буквы E снова подавать его в ту же самую сетку, важно, что это как бы одна и та же сеть, выплевывать новое скрытое состояние, уже третье получается, и по букве E пытаться предсказать букву L. И так будем делать как бы по всей длине последовательности. В этом заключается базовая идея структуры RNN, то есть Recurrent Neural Network. Recurrent, потому что мы рекуррентно по одной и той же последовательности идем, идем в одну и ту же сетку. То есть мы как бы одну и ту же сетку кучу раз прикладываем к нашим данным, двигая ее по одному токену. Понятно ли базовая идея RNN или хочется что-то спросить по этому поводу? Вот W с подчеркиванием снизу, это что все? Это какие-то параметры или векторы? Да, почти. Тут, возможно, не совсем удачная схемка по отношению к тому, что я рассказывал. Вот эти W – это, собственно, веса, слоя, из которого мы будем получать hidden layer. То есть в данном случае мы будем брать ванход представление какого-то входа, будем, допустим, применять к нему полносвязанный слой с весами W, X, H, получать следующий hidden layer из этого. Дальше из hidden layer будем при помощи еще одного линейного слоя, о котором я говорил, который отображает из пространства размерности скрытого состояния просто в пространстве размерности количества классов. Им уже будем получать output. Вот, то есть на каждый символ будем пытаться получить распределение вероятности на следующий символ. Стало ли чуть понятнее или не совсем? Ну, стало понятнее. То есть скрытый слой мы получаем, да? Или мы подаем его на вход в итоге? У нас есть скрытый слой, а есть скрытое состояние. Скрытое состояние получается из скрытого слоя. То есть это такие разные штуки. А тут нет, да, скрытого состояния на изображении? Ну, вот оно как бы вот в этих вот векторах, грубо говоря, отображается. Давайте я, может быть, чуть по-другому попытаюсь изобретить схематично, чтобы, может быть, чуть более было понятно. На каждой итерации, вот у нас в итерации там будет какое-то количество, мы на вход в сетку подаем, значит, какой-то токен x0, ну, там, в случае с примером с hello, это будет one-hot представление буквы h. И подаем как-то инициализированное векторское состояние. Если буква h первая, она в данном случае первая, то это будут все ноли. Мы их подаем в нашу сетку, ну, типа в полнослвязанную сетку, грубо говоря. Вот, давайте тут пули. Которая будет выплевывать нам следующее скрытое состояние, h1. Мы его запомним пока что. Значит, для того, чтобы настроить сетку, нам важно вот по этому x0 предсказать x1, да, то есть, ну, x1 в этих обозначениях – это буква e. Поэтому h1 мы передадим дальше в output layer. Это просто полнослвязанный слой, который отображает из пространства размера с открытого состояния, пространства размера с количеством классов. В данном случае количество разных букв в тексте просто. Output layer, который будем подавать там уже в cross-entropy loss, грубо говоря. Вот. Таким образом мы обработали только первую букву. Значит, что будет происходить на втором этапе? На втором этапе будет происходить очень похожая штука. Мы возьмем x1, возьмем h1, который получили вот с этого слоя, подадим их на вход той же самой полнослвязной сетки, чтобы получить уже некоторое новое состояние h2. заметьте, что поскольку у нас все вот эти вот стрелочки, они по сути как бы, ну их можно как бы соединить друг с другом, то есть у нас есть такая вот непрерывность связей, то как бы именно по смыслу своему в этом h2 будет содержаться некоторая информация о всех тех токенах, которые мы уже прошли. В данном случае пока что токен буквы h, потому что она была первая. Вот. Дальше снова будем подавать output layer, ну и давайте cross-entropy loss между чем и чем? между нашим предиктом, которым получим, и токеном x1, потому что мы по токену x0 по букве h хотим предсказать токен x1, который дан в примере буквы e. Вот так будем делать как бы на протяжении всего обучения. То есть у нас будет в батче какой-то отрывок какой-то последовательности, это может быть там часть предложения. Мы как бы к каждому элементу этого батча будем применять такую вот похожую штуку. Стало ли с такой схемкой чуть-чуть понятнее? Да, да, спасибо. Вот. Так. Значит, я рассказал пока что про то, что такое RNN. Это супер общий подход, который вот ровно в том и заключается, что я сказал, что мы одну и ту же сетку берем, подали в нее первый токен со скрытным состоянием, получили новое скрытное состояние, берем следующий токен с новым скрытным состоянием, получили, снова через ту же сетку прогоняем, и так делаем, 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 пока все последовательности не пройдем. Тут, значит, в заголовке семинара у нас есть буквы LSTM. Я не уверен, говорили ли про это на лекции. Давайте я быстренько посмотрю. Секундочку. Так, тут, кстати, этого нет. Сейчас. Хотел чекнуть перед семинаром, но что-то забыл все это сделать. Так, про LSTM вроде как говорили. Окей. В любом случае повторю еще разок. Значит, в чем смысл LSTM? Мы суперподробно в эту архитектуру не будем заглядывать, потому что если посмотреть на схемку, это похоже на электрическую схему, какой-то микросхема, короче. Но я расскажу вкратце идею. Значит, у RNN-ок есть довольно сильная проблема в том, что… Ну вот, давайте даже слайдик покажу. На лекции вам наверняка показывали вот такую вот картинку. Это очень схематичное изображение всего того, о чем я в предыдущие 10 минут говорил. Вот у нас есть сетка A, мы в нее в какой-то момент времени подаем токен X на вход. Она выплевывает токен H, как бы, не токен H, а скрытое состояние некоторое. И на следующем шаге мы подаем уже типа следующий, XT плюс первое вместе с HT. Вот так вот можно изобразить схематически всю эту картинку. Ну, либо можно ее развернуть, да, вот в такую вот схему, которую я как раз сейчас кодом, буквами пытался изобразить, что мы на каждом шаге подаем новый токен, получая код-скрытое состояние. Дальше мы подаем типа еще один токен и скрытое состояние новое получаем вместе со скрытое состоянием из предыдущего этапа и так далее. Короче, в чем проблема RNN? В чем проблема вот такой вот штуки? Давайте подумаем. Вот мы, допустим, хотим character level RNN, то есть как бы побуквенно обработать какое-нибудь предложение. Сколько в предложении обычно бывает букв? Ну, наверное, типа там 100, не знаю, может больше бывает, да, в зависимости от того, с чем работаем. Если мы толстого берем, наверное, побольше. Значит, если у нас букв 100, то получается, что мы делаем вот 100 штук вот таких вот итераций, и при этом для каждого вот такого выхода мы типа должны засунуть его в cross-entropy loss, да, чтобы посчитать, ну, по x0, посчитать предикт x1, по x1, предикт x2, потом дальше по x2, x3 и так далее. Короче, у нас получается очень такая длинная цепочка преобразований на самом деле, которая непрерывно друг с другом связана. И проблема здесь получается в том, что, ну, как бы проблема в обучении такой конструкции. Значит, у RNN проблема в том, что если мы проходим, допустим, 50 токенов, то вот в этом вот скрытом состоянии H, который у нас есть, оно типа чем по смыслу должно заниматься? Оно по смыслу должно заниматься тем, что оно хранит информацию о всех тех токенах, которые мы уже прошли. Если там мы сейчас обрабатываем 10-е слово предложения, то оно, грубо говоря, по-буквену должно как-то помнить, как-то представлять все те буквы, все те слова, которые мы прошли. А RNN-ки очень быстро забывают то, что было на предыдущих шагах. Это, во-первых, ну, то есть типа там на 50-100 токенов назад уже им сложно помнить, что было. Это, во-первых, а во-вторых, такую штуку довольно сложно обучать. Довольно сложно обучать, потому что если мы через chain rule распишем backpropagation по вот такой вот сетке, то получится, что мы должны очень-очень много раз перемножить кучу производных, которые будут в некотором матричном виде. Я об этом уже, по-моему, частично говорил, когда мы говорили про очень глубокие сетки в контексте изображений, что если у нас там очень много сверток или очень много полносвязных слоев, то такое будет плохо обучаться. Ну и пока домашку делали тоже в чат, какие-то комментарии по этому поводу давал. Напомню, чем это плохо. Это плохо тем, что для того, чтобы посчитать производную глубокого слоя, ой, ну, не глубокого, наоборот, начального, да, мы должны перемножить очень-очень много там матриц весов со всех более глубоких слоев. Это плохо тем, что если у нас на каждом этапе произведения будут получаться какие-то там числа в промежутке от 0 до 1, то перемножив их все, мы получим, типа, величину около 0, да, потому что даже если там были числа, там, величины, не знаю, 0,2, 0,3, 0,3 в степени 50, это там уже 0, грубо говоря. То есть, как бы, мы забываем то, что было, типа, потом для того, чтобы обучить что-то, что было сначала. Это первое соображение. Второе соображение в том, что если выходы все-таки по модулю не от 0 до 1 лежат, а наоборот больше, чем 1, то мы будем получать противоположный эффект. Мы будем получать не затухающие градиенты, мы будем получать взрывающие градиенты. То есть, у нас, типа, там, полтора в степени 30, опять же, это быстро растущая величина, если мы перемножаем кучу производных для того, чтобы представить производную там первого слоя. Вот. Как бы, со взрывами можно еще бороться более-менее нормально, то есть, можно говорить, что давайте мы будем клипать градиент. Клипать, да, то есть, просто обрубать величины в градиенте там по какому-то значению. Это, конечно, будет довольно грубо, но мы хотя бы не будем получать численно нестабильные процедуры. Короче, со взрывами бороться можно, с затуханиями бороться сильнее. И вот я все очень долго все это время подвожу к тому, чтобы рассказать про архитектуру LSTM, то, чем она занимается. Она, собственно, занимается довольно простой штукой. Если вспомните ResNet, который у нас был, там была идея в том, чтобы мы на вход следующему слою подавали не только выход предыдущего, но и вход предыдущего, условно говоря. То есть, мы делали такие skip connection, residual connection, с помощью которых боролись с тем, чтобы у нас затухали градиенты. То есть, всегда, если мы идем в обратную сторону, так как это можно интуитивно понять. Если мы идем в обратную сторону по графу наших вычислений, то у нас есть всегда путь обойти все эти сложные преобразования, которые мы делали, и прокинуть производные на более ранние слои, грубо говоря, более быстро. Такая очень грубая интуиция в этом заключается. LSTM занимается очень похожей штукой. То есть, там не совсем один просто fully connected layer в этом месте, которое я здесь писал. Там чуть более сложная структура, которая также, типа, на выход выплевывает некоторую, ну, типа, просто сумму, грубо говоря, H0 и H1 полученного. Вот, тем самым мы можем проскипнуть, если что, вот эту вот штуку, ну, грубо говоря, да, в почете производных. И градиенты будут чуть лучше считаться, и сетка будет чуть меньше забывать. Короче говоря, очень много говорю, а идея, в смысле, главное, что нужно запомнить, оно простое. Заключается в том, что LSTM может работать с более длинными последовательностями, чем обычная RNN, и еще и будет при этом обучаться. Давайте перед тем, как мы пойдем дальше, может быть, есть какие-нибудь вопросы, и мы уже будем разгребаться с кодом. То есть я все говорю и говорю пальцами, руками. Можно вкратце просуммировать? То есть я понял RNN, как действует, а LSTM, чем она кардинально, так сказать, отличается от RNN? Это такой подтип RNN, который не просто принимает какой-то вход на себя, дает какой-то выход. Там довольно сложная структура, но основная ее фишка, этой структуры, в том, что мы на выходе как бы выдаем, ну, типа, грубо говоря, сумму H0 и H1, вот здесь, в этом месте. За счет того, что мы так делаем, мы как бы, по сути, имеем некоторый проброс коннекшена через этот слой без его обработки. Поэтому при подсчете производных, короче, оказывается так, что, ну, такая структура, она будет гораздо лучше обучаться и с более длинной последовательностью она сможет разумно работать. Это основная ее плюшечка. При этом... Давайте я сейчас... Я просто покажу один раз, как оно выглядит на самом деле. Вот, короче, на самом деле форвард-пасс в клетке LSTM описывается довольно сложно. Типа, там есть сложные комбинации входа X, там, каких-то других векторов, скрытых состояний, которые ее характеризуют. Ну, короче, много чего. Вот, но, как бы, из всего этого, если нарисовать в виде схемки того, что происходит, самое важное для нас то, что, ну, для такого высокоуровневого понимания, именно то, что здесь будут возвращаться вот такие вот, типа, конструкции, на самом деле, не совсем эти ашки, а чуть более сложное, типа, взаимодействие всех этих ашек, которые получаются внутри. Вот, но идея такая, что это позволяет работать, типа, с более длинными штуками. Все, понял, спасибо. Вот, по LSTM-ке оригинальной есть статья, в которой, собственно, нарисована схемка этой клетки LSTM, которой будем сегодня пользоваться. Ну, или можно вкуривать вот то, что написано в торче. Тут есть реализация, мы именно LSTM-Cell сегодня будем пользоваться, но, как бы, все эти внутренности, они для нас снаружи не супер важны. Мы просто будем работать с ней, как с RNM-кой. Значит, что будем сегодня делать? Будем Анну Каренину генерировать. Вот. Ну, посимвольно будем, типа, ее обрабатывать, обучим на ней сетку, попробуем что-то погенерировать. Значит, в семинарии рядом с папкой ноутбука, фу, рядом с файлом ноутбука, есть текст Анны Каренины. Можно посмотреть на первые, сколько там в нем символов. Ну, вот здесь что-то написано, ну, в смысле, текст перейдет на английский. Что-то первая глава, там счастливые семьи, похожие, бла-бла-бла. Давайте мы, типа, целиком от начала до конца проведем вот всю обработку данных и обучение сетки для такой задачи. Вот это пригодится, как раз в домашке будете, ну, местами чем-то похожим. Значит, первое. Нам нужно токенизировать наш текст. Как я уже говорил, токенизация может означать разные вещи, но, в смысле, в деталях, если я рассматриваю. На большом уровне токенизация, она всегда про одно и то же, про то, чтобы мы нашу какую-то последовательность, связанную данных, в данном случае, слова разбили на какие-то маленькие штуки, токены. Вот, в данном случае токенами у нас будут буквы. Вот здесь, собственно, это и происходит. То есть у текста берутся все уникальные символы. Мы создаем массив наших чаров, ну, тюпол наших чаров, в которых храним, собственно, все уникальные буквы. И делаем два словаря преобразования. Мы запоминаем соответствие буквы и ее номера, просто как-то случайно пронумеровываем буквы. Ну, и наоборот, соответственно, номера, ой, соответственно, буквы и номера. В одном словаре из номера в буквы, в другом из букв номера. Вот, теперь надо закодировать весь наш текст, собственно, просто взяв и вместо каждой буквы поставив ее номер, который мы и только что придумали. Ну, получится какая-то такая последовательность целых числа. То есть мы уже как бы можем как-то подавать такие данные, грубо говоря, в сетку, потому что сетка с буквами работать не умеет, с числами умеет работать. Дальше. Обычно нам нужно вот эти вот номера букв как-то перевести в one-hot. Вот, чем ходят векторы. Значит, те, кто был на прошлом семинаре, а именно с Arbon, кажется, могут вспомнить, что мы там говорили про какие-то более сложные структуры, особенно в Word2Vec. Мы говорили, что нам one-hot обычно не нужен, если мы там хотим применить просто линейный слой к one-hot вектору, потому что применение линейного слоя к one-hot вектору – то же самое, что просто взять какой-то строки в линейном слое. Это можно сделать быстрее, чем перемножение матриц. Можно просто по импульсу дать строк. Ну, как бы в этом семинаре мы все эти сложности учитывать не будем, будем чуть проще делать. Поэтому для каждой буквы мы сделаем one-hot вектор, соответствующий ей. Длина вот такого вектора будет, соответственно, количество букв, которые у нас есть. Мне кажется, их тут что-то порядка 80 или 100. И в этом векторе длины количества букв, которые у нас есть, которые будут соответствовать каждой буквой единичкой, будет стоять, соответственно, на том месте, на котором, ну, какой номер у этой буквы. Вот. Эта функция именно этим и занимается, которая здесь написана. Значит, мы делаем что-то, берем наш массив из символов, количество лейблов, да, то есть максимальный номер того, что у нас, ну, количество букв, которые у нас есть в данном случае. Ну, и делаем просто, соответственно, из нашего всего массива, который пока что был одномерный, да, это длинная-длинная последовательность всех наших букв, которые наш текст, делаем из него двумерный массив. Значит, по высоте у нас будет количество букв в нашем тексте, по горизонтали будет количество плейбл, соответственно, количество букв всего, поэтому мы, грубо говоря, весь текст вытянули в вертикаль побуквенно, каждую букву сначала вот на предыдущем шаге закодировали числом, теперь кодируем ее one-potting coding, то есть делаем так, чтобы вместо числа получился такой длинный вектор, который в одном месте единичка. Вот. Ровно это здесь и происходит, можно это запустить и посмотреть, что получается. Ну, собственно, вот видно, что в каждом, ну, типа у каждой буквы там какие-то где-то единички происходят. Тут текстовые данные какие-то такие несерьезные, да, но дальше мы применим это к тому же самому, что у нас было. Вот. Значит, что теперь хочется сделать? Теперь хочется подготовить батчи для обучения. Значит, что, ну, как у нас будет выглядеть батч? У нас в каждом батче будет некоторое количество, ну, типа некоторый срез, как бы, из нашего текста, грубо говоря. Ну, не грубо говоря, точно говоря. Будет некоторый срез из нашего текста, который будет иметь длину сектор, будем ее так называть. Ну, или буквы прям будем ее обозначать. А можно вопрос в небольшой поток? Вы же, Алич, можете пролистнуть вверх? То есть мы, получается, не каждое слово как-то до этого перевели в цифру, а каждую букву слова. Да, да. А ванход мы что переводим, получается, в этот, ну, ну, или единицы символы? Да, каждый вектор, каждый ванход вектор соответствует какому-то символу. Вот, например, у нас было предложение какое-то. Ну, вот наше предложение, теперь вот так вот выглядит. Да, получается, как мы из этого одномерного массива, ну, перешли в двумерное, что-то не очень понял. Ну, давай попробую опять же на схемке изобразить. Что у нас, по сути, было, пока мы работали с текстом вот в таком вот пике. Мы текст можем вытянуть в столбик, просто в виде наших букв. Таким, что мы иконцы. Вот, и сказать, что вот это вот наш текст. Теперь мы всю эту конструкцию можем заменить на one-store представление следующим образом. Мы можем вместо каждой строки написать вектор из ноликов и единичек. Единичка должна быть одна. Так, чтобы в каждой строке единичка стояла на том месте, какое здесь было число. То есть в этом случае будет на 23 позиции стоять единичка. В следующем случае она будет стоять на 50. Ну, и так проделать с каждым числом такую операцию. В третьей строке на 68 будет стоять вместе единичка. Я супер грубо рисую. Понятно, что у всех этих строк должна быть одинаковая длина, конечно же. Стало ли понятнее с такой схемкой? И получается, мы наш исходный текст представляем просто многомерным массивом. Ну да, вот таким супер-супер-мега разреженным массивом мы представляем. А вот я, насколько раньше сталкивался с этой темой, обычно токенизировали не символ как-то, а слова. То есть слова лиматизировали, приводили к общему виду и потом их one-hot кодировали. А символьное не встречалось. Символьное как-то это более мощное просто? Почему мы символьное именно делаем? Смотри, ты правильно все говоришь. Действительно, обычно делаю по словам разбиения, а не по буквам. По буквам мы делаем именно в качестве такого типа учебного примера здесь. В принципе, есть довольно свежие статьи, которые на уровне букв обрабатывают последовательности. Но мы с буквами делаем скорее для того, чтобы это было попроще, чтобы как раз не заморачиваться сильно со всеми этими лиматизациями и всем прочим, чтобы суть семинара продемонстрировать, чтобы осталось темку пообучать. Понял. А так, в целом, да, конечно, действительно делаются словами со всеми этими лиматизациями и прочим, но на самом деле делают еще более мощную штуку. Я надеюсь, что на следующей лекции вам про это расскажут. Называется BytePair Encoding. Давайте напишем название. Чтобы в следующий раз вы встретите, оно там уже было вам как-то знакомо. Encoding. Вот, там идея в том, чтобы... Я, по-моему, коротко уже говорил, как, но, короче, попробую, опять же, коротко сказать, чтобы сильно много времени не тратить. Там идея в том, чтобы взять исходный текст, взять исходный из исходного текста все буквы этого текста и из них сформировать словарь, который мы депонизируем текстом. Начало простое. А потом предлагается итеративно делать следующую штуку. Найти во всем нашем тексте пары самых популярных вместе встречающихся букв. Допустим, там это будут буквы ОК. И вот этот токен отдельный ОК добавить в наш словарь. То есть у нас там будут все буквы и токен ОК. На следующем этапе предлагается сделать снова то же самое. Предлагается снова пройтись по всему нашему тексту, снова посклеивать, короче, буквы в пары и посмотреть теперь на самую популярную пару. И ее добавить в словарь. И так делать, 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 пока мы не наберем какое-то фиксированное количество слов в словарь. Не знаю, 20 тысяч, допустим. Вот такой подход называется Byte Pair Encoding, когда мы вот так вот по очереди склеиваем самые популярные конструкции в языке. Чем это хорошо? Хорошо тем, что, допустим, у нас, скорее всего, в виде отдельных токенов будут окончания. В виде отдельных токенов будут суффиксы. Там приставки слов и так далее. То есть все модные архитектуры сейчас, они работают на основе Byte Pair Encoding обычно. Мы пока его не делаем. Это типа забегания вперед. Sorry, если будет из этого сильно сложно, я только отвлек. Но, в общем, общий ответ на то вопрос такой. Что мы делаем сейчас с буквами в качестве упрощения. Действительно, более модно делать со словами. Еще более модно делать Byte Pair Encoding. Наверное, вас на следующей неделе он предупреждает. Окей. Но так или иначе, короче, важен следующий момент. Важно, что мы весь текст разбили на какие-то токены. Да, в данном случае это буквы. Но в целом неважно пока что, что это именно за буквы. Разбили его на какие-то токены. И у нас самое главное есть размер словаря. Вакебулари сайз. То есть мы знаем, сколько у нас всего уникальных токенов в нашем тексте. И это важно. Это важно, потому что все one-hot векторы будут такой длины. Потому что мы должны для любого слова на какую-то позицию мы можем поставить единичку, чтобы его как-то охарактеризовать. А по высоте, значит, такая матрица представления нашего текста будет, ну, количество букв в нашем тексте. Учитывая пробелы, запятые и все прочее. Вот. Вот эта функция one-hot-en-code, она делает ровно то, что я вот здесь автоматично изобразил. Она берет наш текст в виде вот такой вот штуки, в виде последовательности целых чисел, и возвращает нам по нему вот такую матрицу. Обратите внимание, да, она знает количество лейблов. В данном случае это то, что я назвал backup-сайдом. Вот. Собственно, тут в качестве примера можно увидеть, что мы получаем то, о чем я говорил. Так вот, батчи. Нужно сформировать батчи, как мы обычно это делаем. Поскольку у нас, как бы, текст один целый, да, то мы, ну, мы что хотим? Мы хотим научиться по предыдущим буквам, предсказывать следующие буквы. И так это ративно, типа, генерирую, 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 строю следующее, следующее. Что можно сделать? Можно, значит, взять нашу вот эту вот последовательность и разбить ее на количество строк, как бы, равных нашему батч-сайзу. Допустим, у нас была последовательность чисел от 1 до 12. Можем сказать, что давайте у нас батч-сайз будет 2. Тогда мы, как бы, перевыровняем нашу последовательность так, чтобы, ну, типа, равномерно распределить все объекты между батчами. Вот у нас получатся две такие строки. Дальше. У нас, как бы, если мы просто вот так вот сделаем, да, там, допустим, даже обрублен 12, чтобы у нас, а нет, у них одинаковое количество элементов, да. Ну, короче, даже если мы так сделаем, мы весь такой, как бы, батч запихнуть в нашу сетку не сможем, скорее всего. То есть у нас тут по вертикали будет батч-сайз, там, я не знаю, 2 или 20 или 100, неважно. По горизонтали будет, соответственно, длина нашего текста в символах поделить на батч-сайз. Это все еще будет целиком наш текст, вот в виде такой таблички, да, и это будет, скорее всего, много, потому что, ну, типа, может не влезть на GPU просто. Вот, поэтому нужно выбрать какой-то еще один параметр sequence length. То есть то, сколько токенов подряд мы за раз можем проработать в нашей сетке. Sequence length может быть разным. В данном примере на картинке sequence length равен 3, то есть мы делаем батч-сайз 2, sequence length 3. И в итоге то, что выделено в голубом прямоугольнике, оно и будет нашим батчом. То есть мы по, ну, как бы за один прогон через сетку по первому токену будем пытаться предсказать второй, по второму, третий, и по седьмому, восьмой, по восьмому, девятому. Таким образом мы обработаем батч, решим вот такую задачу классификации. Получается тут 4 штуки задачи классификации, да, по первому, второму, второму, третьему, по седьмому, восьмому, по восьмому, девятому. Все, закончим с этим. Сдвинем окошко вправо на sequence length. И дальше по 4 будем рассказывать 5, по 5-6, по 10-11, по 10-12. Вот такая предлагается структура для того, чтобы сформировать какие-то конечные батчи из нашего текста. При этом батчи не будут повторяться, не будут пересекаться друг между другом, да. Но мы, тем не менее, будем обучать сетку делать нашу исходную задачу. Будем по предыдущим токенам генерировать какие-то следующие токены. Ну, то есть предсказывать следующий токен. Вот понятно ли, что хотим от батчей? А можно вопрос? А тут скользящее окно, оно как бы на один шаг вправо идет, или мы весь прямоугольник сдвигаем, типа, направо? Весь прямоугольник сдвигаем на его длину. А, ну, а тогда как мы будем по тройке четверку предсказывать, условно? Не будем, но предполагается, что у нас текст такого размера, а он достаточного размера, что нам это не страшно. Окей, тогда понятно. Ну, то есть, в принципе, можно делать, и сдвигая на один, или сдвигая на, не знаю, sequence length, поделить на что-нибудь. То есть, типа, идти с меньшим шагом, чем sequence length. Просто проблема в том, что если мы будем совсем на один сдвигаться, то есть представь, у нас там sequence length до размера 100. Вот, мы сдвинулись на один. Мы, как бы, большинство предсказаний будем повторно делать. Точно так же, как мы делали только что. И меняться будет там совсем немножко. А не лучше тогда в один бач брать, типа, по горизонтали? То есть, брать не матрицу, ну, точнее, не прямоугольник, а просто, как бы, ну, как, просто вправо сдвигать и все. То есть, не прямоугольником, ну, или прямоугольником размер 1АН? Лучше, так можно делать. Ну, в смысле, да, короче, так делают лучше, но, типа, именно в этом семинарчике предлагается сделать вот то есть схемка, которую я сейчас расписал. То есть, она тоже заведется. Заведется, возможно, там чуть-чуть хуже, чем то, что ты говоришь. То есть, утверждается, что если текст достаточно большой, то в целом пофигу. Если текст недостаточно большой, то можно, наверное, будет заметить разницу, если сделать либо один подхват, либо другой подхват. Просто обычно, ну, вот, все текстовые модели, мы сейчас только как-то вот заходим в них, они все супергромоздкие, там, весят, не знаю, гик один модель, одна модель, вот. И они обычно требуют очень-очень много данных для обучения себя. Типа, там, вегов 10 текста обычно надо, чтобы обучить хорошую языковую модель. Вот, поэтому, ну, типа, обычно предполагают, ну, обычно просто не парятся и предполагают, что в данных у нас есть просто все, что хочется, и пофиг на них. То есть там текстовые модели, не знаю, обучают на Википедии целиком, не знаю, если мы говорим про код, то можно там спарсить весь питоновский код с гитхаба и его засунуть в обучение. Это огромные массивы данных, и обычно в них есть все. Вот, значит, тут довольно большой текст, который я предлагаю не читать, скорее меня послушать, как бы на основе вот этой картинки, да. Что, значит, ну, как нам чуть-чуть больше формализовать эту процедуру, которую мы хотим сделать. У нас, получается, есть наш массив, array, не знаю, r, он здесь в тексте подключается, если кому-то интересно. Мы хотим поделить его на сколько-то бачей, так, чтобы у каждого, ну, у каждого элемента, каждого бача была длина секла, секунд слайд. Значит, еще нам важно, чтобы все бачи были одинаковой длины, да, потому что если какой-то будет не такой, то мы, типа, не сможем тензор сформировать, чтобы его в сетку пикнуть. Вот, поэтому мы должны выбрать какой-то параметр бач сайза, какой-то параметр секунд слайд. Значит, сначала при помощи параметра бач сайз мы должны просто решейпнуть наши данные. Нужно, ну, типа, так, чтобы по первой оси был бач сайз, по второй оси все остальное, да, потому что переход от первой с точки ко второй – это просто решейп данных, на самом деле. Вот, ну и потом сформировать бачи согласно секунд слайд. Это, типа, просто ходить с шагом секунд слайд. Вот, для того, чтобы обрезать, типа, последний бач, который может получиться неровным, да, по отношению к нашей сетке, мы должны, соответственно, посчитать, сколько будет размер бач сайза, умножить на секунд слайд, который мы хотим сохранить. Ну, и, типа, умножить на количество бачей, которые хотим получить. Вот, поэтому какую-то там самую последнюю часть текста мы обрежем, но тут все это, в общем, будет делаться автоматически. Давайте разберем код, который, собственно, подготавливает бачи и делает то, что я на картинке только что описывал. Итак, сначала тут считается переменная, которая говорит, типа, бач сайз тотал, это тот бач сайз, который мы хотим иметь. То есть, ну, важная штука, да, вот, что здесь вообще за параметры. Array – это просто исходное представление нашего, господи, нашего массива с данными. Вот, это уже, типа, маточка из ноликов и единичек. Бач сайз, собственно, параметр бач сайза, который мы сами задаем. Sequence length – параметр, как бы, одной последовательности, параметр одной последовательности, которую мы за один раз обрабатываем. Тоже сами его задаем. По заданным бач сайзу и sequence length мы можем посчитать то, сколько у нас, типа, всего будет объектов. Окей, дальше мы можем посчитать количество бачей, которые у нас получатся. Да, это длина всей нашей последовательности. И поделить на общее количество объектов, которые мы хотим. Целочисленные. Вот здесь, вот, в этом месте как раз мы проведем вот это вот обрезание последнего нецелого бача. Все, Арину не выдержала и ушла. Ну, ладно. Пойдет сам боем отдаваться. Так, дальше, 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 что хочется сделать. А, ну, собственно, вот, мы посчитали количество тех элементов, которые хотим оставить. По ним берем срез у нашего массива. То есть берем количество бачей, которые у нас должны получиться. Берем бач сайз, который у нас, ну, бач сайз тотал, что такое, да? Это, вот, в терминах этой картинки, это количество объектов в таком голубом прямоугольнике. То есть сам бач сайз на этой картинке 2. Бач сайз тотал, в смысле, количество объектов, которые из исходного текста, да, мы берем в этом бач сайзе. Оно в данном случае 6, произведение сигма-станкса и бач сайза. Вот, ровно это здесь и делается. То есть мы берем весь наш текст и говорим, что нам из него надо взять, ну, как бы, это матричка, у которой первая ось, это количество элементов в тексте, количество букв. Нам из него надо взять количество бачей и умножить на бач сайз тотал. Так, 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 дальше. Мы во всех этих строках все, что сделали пока это, мы отсеяли последнее, как бы, неровное количество бачей, которые не умещались. Это было бы за счет соочисленного деления. То, что не поделилось, то мы отбросим. Дальше, давайте я снова чуть-чуть выше подниму на картинку. Нам надо перейти вот от первого шага ко второму. Пока что мы только посчитали, как бы чуть-чуть обрезали этот массив. При переходе ко второму шагу надо решейкнуть массив. То есть надо сделать так, чтобы первые шесть объектов были в первой строке, оставшиеся во второй строке. Строк будет количество бачей, которые мы хотим. То есть мы должны решейкнуть так, чтобы первая ось была бач сайз, вторая ось была там все остальное. Вот это здесь и происходит. Вот, ну и дальше. Значит, что у нас есть на этом этапе? Давайте я постараюсь это изобразить. Значит, у нас есть матричка, у которой... Я даже не знаю, как я это нарисую схематично. Схематично. Давайте попробуем так. У нас есть матричка, у которой вот по оси... Ну, по вертикали, короче, бач сайз объектов. Хуже, мне кажется, не делаю, но я постараюсь делать лучше. Короче, у матрички по вертикали бач сайз объектов, по горизонтали, соответственно, что у нас получается? Там vocab delivery size умножить на sequence length, наверное, как-то так получается. Даже еще больше умножить на секрет, умножить на... Соответственно, типа, длину всего нашего текста поделить на бач сайз на секрет. Короче, ладно, сори, я так что-то запутаю, наверное. Я надеюсь, что вы более-менее представляете, что хочется получить. Типа мы вот к этому, к этой штуке стараемся прийти. Вот. Что последнее здесь делается? Собственно, мы примерно этим и занимались. То есть, уже в сформированной матрице, у которой по оси X размер нашего одного бача, по оси Y, значит, все остальные элементы вытянуты, мы по ней просто шагаем с шагом в sequence length. То есть, мы пока что шагаем даже не по one-hot представлению, а шагаем просто по номерам чиселок. То есть, one-hot представление будем делать уже в самом конце, когда будем все это все подавать. Пока что шагаем просто по чиселкам, вот так, как было на картинке сверху нарисовано. С размером шага sequence length. Вот то, что Sorbonne спрашивал, да, мы вот здесь можем выбрать какой-либо другой шаг, в принципе, не знаю, там sequence length пополам. Вот, оно тоже будет работать, вот, но мы будем довольно много пересчитывать от того и того. Все, давайте с бачами вроде бы более-менее разобрались, посмотрим, что у нас получается, если мы все это применим. Значит, подаем к нашей функции getBatches на вход в массив encoded. Что это был за массив? Это был массив просто из последовательных чиселок, которые наш текст представляет. Значит, бач-сайт предлагает здесь сделать 8, размер последовательности 50. Ну и посмотрим на то, как у нас выглядят бачи. Собственно, у нас есть x и y, сейчас я про них, про каждое поясню. Как выглядит x, да, мы берем и просто смотрим на то, ну, как бы, мы наш текст перевытянули, по сути. Вот у нас 8 элементов в баче, мы его перевытянули вот так вот. Значит, здесь дальше направо фантомно как бы наш текст продолжается, да, то есть, если вот это вот было самое-самое начало первой главы, прям первые символы первой главы, вот это не ее продолжение уже. Продолжение первой главы, оно вот там как бы дальше ментально направо уходит. Воображаемо, вот оно типа идет вправо, потом переходим на следующую строку, ну, и тут будет там следующее положение первой главы и так далее. Вот, короче говоря, короче говоря, понятно ли, что я пока вообще говорю или уже слишком много наговорил и запутались? Не, ну, понятно, там, по картинке все было ясно и тут просто доделали их. Угу, окей. Саид, ты как? Или уснул? Я тут нормально все, пока не сплю, четко я, понятно. Окей, просто хочу, чтобы этот момент был очень понятен, если сильно подробно объясняю, то, в общем, можно меня поторопить и сказать, что я не так тупил на всех объяснениях. Можно вопрос? Да. Если индекс-эррор, то мы просто скипаем, да? Это как раз последний, самый последний бач должен быть с ошибкой или нет? Да, я так понимаю, тут перестраховка просто вот этого дела написана, просто и все. Окей, окей, понятно. Ладно, давайте тогда действительно чуть потороплюсь, потому что я уже очень много говорю и все такое. Давайте вспомним самое начало, о котором я говорил, что мы вообще хотим в R&R. Мы хотим по каждому символу предсказывать следующий символ. То есть мы должны сформировать так иксы и игреки, чтобы у нас каждому символу соответствовал индекс следующий из-за них. Что мы здесь наблюдаем? Вот у нас в иксах первый элемент 23, второй элемент 52. В игреках первый элемент сразу 52. То есть мы сдвинули просто игреки на один влево для того, чтобы получить предсказание для иксов, по сути. Вот это все, чем отличается икс и икс. Это полностью идентичные матрицы, кроме сдвига на один элемент. Тут говорится, что вайс должен выглядеть так. Зададим архитектуру. Давайте посмотрим на то, что здесь у нас получается в архитектуре. Сразу опять же разберем код, чтобы сильно долго тут не тупить. Потому что и так долго читаю все рассказывал, рассказывал. Приступим, собственно, к формированию сетки. Что сетка должна в себя принять? Тут говорится, что давайте она будет принимать в себя все те токены, которые у нас есть. Ну, окей, кажется, можно долго зато обойтись, но ладно. Дальше. Мы должны задать нашей сети размер скрепостояния, которое у нее будет. Это в целом обычная произвольная какая-то величина. Не знаю, в сотнях чаще всего ее задают. Но вот здесь предлагают 256. Количество слоев в ней хочется сделать 2. То есть вот тот самый простой пример, о котором я говорил в самом начале. Давайте я пролистну. Sorry за сбив чтения. Возможно, если вы читали. Вот. Я говорил, что мы здесь типа входы прогоняем через fully connected слой, получаем какой-то выход h, выход скрытого состояния, у которого как раз размером будет этот n-hidden size, который там в коде у нас. Вместо одного полносвязного слоя здесь, понятно, можно сделать какую угодно сетку, грубо говоря. Или какое угодно количество ячеек нашей сети. Можно вставить 2 ячейки LSTM подряд, допустим, или 2 полносвязных слоя подряд. Или ячейку LSTM и полносвязный слой. Короче, что угодно можно сюда вставить. Вот. Мы в этом месте количеством слоев задаем то, сколько у нас там будет слоев, короче. Там еще будет dropout, будет learning rate. Короче, все это инициализируем сюда в скрытый поля нашего класса. Сюда же даем, значит, словари преобразований токенов в цифры и наоборот. И давайте вот самое интересное посмотрим. Значит, тут есть клеточка LSTM-Cell. В PyTorch, собственно, есть уже LSTM-ка, как я вот и говорил выше. Что она вся принимает? Давайте вот по смыслу посмотрим. Она принимает общее количество токенов, которые у нас есть. Ну, это вроде более-менее понятно почему. Да, мы для того, чтобы получать one-pot представление каждого вектора или с ним работать, мы должны знать то, какой длины будут, собственно, эти one-pot векторы, которые в сетке придут на вход. Поэтому мы должны знать размер нашего словаря. Это и есть размер нашего словаря. Дальше мы должны задать размерность скрытого состояния. Это скрытый вектор, который будет отвечать за представление того контекста, который мы уже прошли. Количество слоев, dropout, batch first равно true. Это просто параметр того, как мы передаем матрицу входа, собственно, в нашу сетку. То есть как мы делаем сейчас. Мы сказали, что у нас по вертикали будет batch size, по горизонтали будет sequence line. Бывает, что делают по-другому. Я, если честно, не знаю, почему делают по-другому. Я всегда делал так, чтобы batch size был по первой оси, то есть по вертикали в данном случае. Но вот мы должны клетке LSTM сказать, что у нас batch first, то есть по первой оси, по вертикали в данном случае, размерность батча идет. Чтобы она знала, в каком порядке наши данные повернуты, чтобы не перепуталось batch size и sequence start. Слой LSTM выплевывает какой-то hidden state, то, о чем мы уже говорили. И мы его должны на вход подать к какому-то полностранному условию на конце, то, что я опять же в самом начале говорил, который отображает наши данные из размерности скрытого пространства в размерность словаря. Чтобы провести классификацию на то, какой токен, с какой вероятностью следующий после нашего текущего токена. Вот, смотрим на forward path. Значит, у LSTM есть два выхода. Значит, один из них, он соответствует внутреннему состоянию этой клеточки, в которую мы сейчас не будем вдаваться. Ну, повторюсь, да, можно прочитать в документации торча про него. Нам в качестве скрытого состояния будет важно только один из них входов, которые она выплевывает из себя. Вот. Значит, в левом параметре, в левом выходе, который она выплевывает, будут храниться скрытые состояния для всех тех токенов, которые LSTM обработала в нашем патче. Потому что, вот, пока мы все обсуждали на картинке, да, что я говорил? Я говорил, что мы берем один токен, пропускаем его через сетку, берем второй токен, снова пропускаем через сетку и так далее. А тут мы все сразу батчом загоняем. Вот, чтобы не потерять, как бы, то, что у нас там было вообще-то куча токенов, и для каждого из них мы решали задачу классификации, а сетка выплевывает скрытое состояние для каждого из тех токенов, которые она в каждом батче проработала. Поэтому для того, чтобы решить вот эту вот, в итоге суммарную издачу классификации, да, мы, мы вот за раз проработали батч-сайз умножить на секунд-сленг объектов. Это, ну, в примере, на картинке в голубом окошке было 6 объектов, у нас это будет больше, соответственно, да, там это будет 200, ой, не 256, ну, там сколько-то батч-сайз и секунд-сленг, короче, сколько мы поставим, не знаю, тысяча объектов, грубо говоря, будет за раз. Для каждого из тысячи объектов мы должны взять вот этот вот hidden state, который получался из LSTM при последовательной обработке всех этих объектов, и его отправить на классификацию, да, то есть его отправить в полносвязный слой, который отобразит нам уже для классификации все, что надо. Вот в этих двух строках это и делается. То есть мы берем ауты наши, которые были из LSTM, и, значит, по второй оси сохраняем размерность критого состояния, по первой оси вытягиваем все в длину, то есть вот здесь по первой оси длина будет, на самом деле, батч-сайз умножить на секунд-сленг. Более-менее следите пока, надеюсь, мы почти закончили с сеткой. Окей. Ну и все, как бы нам для применения полносвязного слоя, не важно, какая там координата первая, нам важно, какая координата вторая только, да, чтобы матрицы могли перемножиться. Ну вот, мы применяем полносвязный слой, получается, что на выходе из этого полносвязного слоя у нас будет, типа, какая-то матрица, у которой длина, опять же, батч-сайз умножить на секунд-сленг, а ширина у нее, количество букв в нашем словаре. Это там чуток хвоста в данном случае. Ну и все. Собственно, осталась, вот здесь есть последняя функция такая служебная, техническая. То, о чем я говорил, да, то есть мы для первого слоя, ой, для первой буквы в каждом батче должны как-то инициализировать hidden state, который мы должны подать в LSTM-ку, чтобы она могла начать процесс и последовательность. Вот, и предлагается делать это просто нулями. Здесь, собственно, это и делается. Здесь берется вход, ну, букв много, а делается штука простая. Берется батч-сайз, значит, известен параметр нам размерности скрытого состояния, и делаются просто векторы размерности, типа батч-сайз умножить на размеры скрытого состояния, которые будут нулями. Это только то, что применяется для первого символа в каждом посоветовании. Все, давайте мы пока быстренько запустим обучение модельки, и пока она обучается, посмотрим, что там у нас дальше происходит. Так, давайте посмотрим на цикл тренировки, посмотрим, есть ли в нем что-то необычное или нет. Значит, что будем делать? Будем оптимизировать Adam. Loss будет cross-entropy loss, потому что мы, по сути, решаем задачу классификации. Мы по каждому входу, по каждому токену классифицируем то, какой токен будет следующим. Классифицируем, потому что у нас классов конечное число, количество токенов в нашем словаре. Так, дальше это служебные всякие переменные, служебные переменные. В самом начале мы имитим hidden state и идем дальше по всем объектикам и пропускаем наши данные через все те функции, которые мы подготовили. У нас была функция oneHottenCode, которая принимала в себя количество всего слов в нашем словаре и вход x. В данном случае x у нас это пока что просто последовательность из целых чисел, потому что функция getButches возвращала именно ее. Мы в getButches передаем сырые данные прям, сырые данные, то есть один огромный вектор из целых чисел, который является всем нашим текстом. Она выплевывает нам x, которые являются просто перерешейпленными штуками нашими, по которым шагается окошком размера sequence length. Мы его oneHottenCode вводим, приводим к торчу и все складываем на куду и даем в нашу модельку. Мы, заметьте, из модельки получаем последний hiddenState, который у нас был. Исходно мы его initнули нулями в начале эпохи, перед тем, как начать прогоняться по всему тексту. Пока мы не знали, какие буквы были до этого. То есть для самого левого столбика, вот этого столбика, мы не знаем, какие буквы до них, поэтому мы говорим, что там нули какие-то футомные. Ну вот, initнули эти нули, пропустили через сетку наши input и hiddenState, получили какие-то hiddenState на выходе. Дальше мы, собственно, работаем только с output, которые мы прогнали через полносвязные слои для того, чтобы получить именно обучение сети. То есть нам именно в контексте обучения интересно то, как ведут себя output. То есть мы с помощью классификации такую сетку настраиваем, а то, как мы уже хотим использовать вот эти вот h, которые дополнительно есть у нас на выходе, на входе, это уже как бы наше дело отдельное. Кстати, вот Сарбон спрашивал, когда мы еще только говорили про движение окна, что типа мы по четвертому элементу не будем предсказывать третий. На самом деле я вот сейчас понял, что я немножко обманул, потому что смотрите, что по факту происходит. Мы когда начинаем обучение в эпохе, то есть когда только начинаем двигаться с самого левого по нашей матрице, вот с нашим окошком длины секунд слэнг, мы h заинители один раз нулями, а дальше мы пропустили один батч длины секунд слэнг и оказались вот в этой строчке теперь. Мы это h перезаписываем, которое у нас раньше было, то есть то h, которое мы получаем при обработке одного батча, ну мы получаем типа на самом деле батч сайз этих h, оно в себе хранит информацию о предыдущем окне, которое мы обработали. То есть оно скорее всего, конечно, будет забывать эту информацию, грубо говоря, со временем, потому что сильно много информации, мы просто не засунем в такой недольшой вектор. Но тем не менее, я вот не совсем правильно сказал, исходно, что мы типа с самого начала каждый новый батч обучаем, мы все-таки храним информацию о том окне, через который мы только что прошли, при помощи вот этого h. И когда мы в следующий батч заходим по этому циклу форум, мы как бы переиспользуем этот h и переиндичиваем его только в начале и после. Сори, что ты немножко запутал, возможно, надеюсь, сейчас чуть стало все на места. Вот что еще из интересного здесь происходит? Из интересного здесь происходит клип градиентов, о котором я говорил, что у нас две проблемы могут быть в глубоких сетях, что градиенты либо взрываются, либо тупят, потому что слоев много, много чего перемножается. Вот взрывающиеся градиенты можно клипать, то есть ограничивая сверху каким-то числом. Вот эта функция именно это и делает. В PyTorch есть функционал для того, чтобы ограничить градиенты просто по величине. То есть мы сначала их подсчитываем с помощью бэкворда, потом ограничиваем, если они слишком большие, и делаем шаг. Значит, в чем вообще проблема больших градиентов? Даже не всегда в том, что мы просто выболимся за пределы численных типов данных, что у нас там получится нано-какие-нибудь. Проблема еще бывает в том, что если у нас просто шаг градиентного спуска довольно большой, то нашу сетку будет сильно колбасить туда-сюда, и в итоге сходиться никуда не будет. То есть она прыгает из одного места в другое место, снова в первое, снова во второе и так далее. Как, может быть, можете вспомнить примеры с семинара с предыдущего курса, которые у нас были, когда мы проходили только градиентный спуск, там смотрели, что случается, если размер шага в градиентном спуске большой, то есть если норма у градиентов получается большая. Там сходимость никакой не было, спуск просто прыгал, 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 налево-направо. Так, что у нас получается? Уже 11 эпох прошло тем временем. Лосс падает, падает, падает. Окей, давайте мы, время семинара уже потихонечку заканчивается. Нам осталось совсем немного, тут какие-то чекпоинты и предсказания. Значит, если вам надо идти, то здесь можно идти, но я его сейчас закончу. Немножко 10-15 минут потерял тут. И закончим семинар. Значит, что здесь дальше делается? Во-первых, давайте познакомимся с интерфейсом функции TorchSave. Пока все делали домашку, там все-таки в чат писали какие-то вопросы, я вот говорил о том, что, ну, там, многих писал, что можно вот такой функцией пользоваться, TorchSave. Что она делает? Она берет нашу модель, которая есть, ее можно применить к любой модели, которая наследуется от TorchNNModule, и можно записать, собственно, веса нашей модели в файлик. Зачем это делается? Ну, это делается для того, чтобы, во-первых, если вы там что-то обучали, у вас ноутбук умер, да, а веса лежат на диске. Их можно потом подгрузить просто и все, не переобучать ничего. Во-вторых, где это делается больше всего, если вы обучаете какую-то большую модель, там, какой-то задачи, которую решаете, там, каких-то своих целей, то, ну, типа, в какой-то момент модели могут начать переобучаться. Или в какой-то момент, опять же, там, может умереть комп, на котором все это обучается. Или умереть питом на кубе, или умереть же пайтерный ноутбук, или там что угодно еще. Или вы можете ноутбук заснуть, в смысле, чтобы он в сон ушел. Короче говоря, хорошая практика – это во время обучения, тут этого не делается, тут просто примерчик рассматриваем, как писаться в ходе. Хорошая практика – во время обучения сохранять веса лучшей модели на диск. Или вообще веса модели с каждой эпохи сохранять на диск. То есть, типа, делать папочку, там, рядом со скриптом обучения модели, в которую раз в эпоху просто сохранять веса. С названием, типа, там, Model Checkpoint Эпох-1, Model Checkpoint Эпох-2, типа такого. Для этого тоже сейф используется, чтобы вы как-то один раз обучили модель, положили ее, допустим, потом в продажную запихнуть или куда-то. Вот, здесь, собственно, это и делается. И давайте мы сразу чуть-чуть вперед прыгнем. Модель можно подгружать с диска при помощи функции TouchLoad. То есть, вы говорите, типа, где у вас веса модели лежат, читаете этот файл и говорите, загрузи мне, пожалуйста, из этого файла тут веса модели. Можно потом это все передать в StateDict модели, и оно все подгрузится. Тут технические вещи, сами посмотрите уже, когда вам нужно будет. Я, как бы, общую идею... Что ж такое? Сори, все пролистывался. Техническую... Ой, общую идею рассказал. Так, сколько там у нас эпох? Давайте, по-моему, познайте эпоху. Посмотрим, что дальше получится. Так, вот моделька сохранилась на диск. Можем посмотреть, что у нас там получается. Ну вот, да, то есть у нас есть текстик, там есть ноутбуки семинарские. Вот получился файлик с вами модель. Делаем предсказание. Значит, что хочется сделать предсказание? Хочется взять какой-то контекст, по которому сделаем, собственно, дальше генерацию текста, посмотрим на то, как наша нейронка умеет писать, грубо говоря. Как нам это сделать? Для того, чтобы сгенерировать любую следующую букву из нашей нейронки, нам нужно подать ей, типа, предыдущую букву и hidden state предыдущую. Как нам получить предыдущий hidden state? У нас предыдущую эту букву, понятно, как получить. Мы берем, грубо говоря, первое слово, предложение, последнюю букву берем и так далее. Для того, чтобы получить hidden state, мы, собственно, делаем операцию, ну, типа, прогоняем весь наш бач через нейронку, не бач, точнее, а вход в контекст, в котором мы сгенерировали что-то, и получаем скрытое состояние. Вот, дальше мы берем и… Сейчас, секундочку, чек на фрэш, что… Делается, конечно, чуть более сложный подход, чем я рассчитывал, но… Ладно, в общем, что хочется сделать вкратце, да, хочется взять контекст, какое-то там слово первое из предложения по нему, достроить окончание слова, посимвольно прогнать имеющееся слово через нашу сетку, получить hidden state H, который у нас будет, типа, сигнализировать, ну, характеризовать тот контекст, который мы уже прошли. И дальше итеративно продолжать генерировать, 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 при этом на этапе генерации текста мы можем каждый раз, например, брать самый вероятный просто токен из тех, которые, скорее всего, дальше находятся. То есть, в примере здесь, что хочется сделать, хочется скормить контекст the, то есть, типа, какое-то слово, которое, скорее всего, было в нашем тексте, и посмотреть, что на основе Анны Карениной у нас сгенерируется через такой контекст. А, это просто, типа, дефолтное значение, вот по слову Анна предлагается посмотреть. Ну, типа, Анна, девикшин, the people who would, which, create her. Ну, в общем, генерятся время от времени какие-то более-менее правдоподобные слова, даже словосочетания. Но, понятно, что там какой-то супер-мега-смысл из такого текста у нас не получится, скорее всего, но что-то получается. I'm glad to hear that you were talking. Ну, короче, вот видно, что какие-то грамматические конструкции получаются странные, но, тем не менее, много получается и связано. Типа, там, I'm glad to hear, что-то там. А можно вопрос? Да. Вот, допустим, если у нас loss 0, это все равно не гарантирует то, что текст будет правильно сгенерирован, да? Это просто гарантирует то, что мы слова предсказываем правильно, ну, которые идут друг за другом. Интересный вопрос. Если loss 0... Ну, я бы сказал так, что если на тренировочной выборке loss 0, и ты даешь какой-то контекст из тренировочной выборки, то сгенерируется все правильно, грубо говоря. Другое дело, что в реальности такое все-таки, наверное, невозможно, только если ты не дал какой-то совсем уникальный контекст, да? То есть, ну, что хочу сказать, что вот у нас есть слово «Анна», которое в тексте явно встречалось много раз. Понятно, что по слову «Анна» только по одному, даже если ты идеально помнишь всю Анну Каренину, ты даже сам не сможешь сгенерировать правильное продолжение, потому что, ну, типа их много, возможно. Ты можешь генерировать наиболее вероятное какое-то. Поэтому, короче, loss 0, он, скорее всего, невозможен в принципе, только если ты не работаешь всегда с уникальным контекстом, по которому ты хочешь что-то сгенерировать. То есть, если такого больше нету в тексте. Окей, понял. А можете вот эту функцию sample показать? Мы ее вручную за хардкодили же? Да, вот она здесь написана. А мы предиктим, получается, на основе чего? Просто предиктим или у нас признаки тоже какие-то подаются? Мы предиктим на основе префикса, который подаем на основе контекста. Вот в данном случае это слово «Анна». Мы подаем его, то есть, ну, по умолчанию значения аргумента «the», мы вызываем функцию с «Анной». Мы токенизируем «Анну», то есть берем буквы «Анна», и последовательно все эти буквы прогоняем через нашу сетку, получая скрытое состояние нашей сети, которое соответствует тому, что наша сетка прошла буквы «Анна». И уже нас обучили, она предсказывает, да, получается, остальные символы. Ну да, то есть мы на этапе обучения учили сетку, как бы зная через скрытое состояние информацию о предыдущих токенах и зная последний токен, выдавать распределение вероятности на следующий токен. То есть, да, в данном случае, как бы, если мы вызовем, типа, посмотрим на самый вероятный токен после слова «Анна», это будет там, ну, либо пробел, либо запятая, скорее всего. Здесь генерилась запятая в данном случае. После запятой, кажется, всегда самый вероятный токен будет пробел, если наша сетка совсем не тупая, которая не могла это выучить. Но я думаю, наша сетка это выучила. Вот видно, что после точек и запятых она пробелы довольно хорошо ставит. Хотя, кстати, вот здесь не поставили. Видимо, прямой речи было много, да, поэтому, короче, не всегда пробел ставился. Но, кстати, заметьте, что если бы здесь не было вот этой кавычки, то есть мы ее там как-то искусственно вырезали на этапе генерации, допустим, сказали бы, что если кавычка самый вероятный токен, не генерирую ее, то вот эта кавычка бы, скорее всего, не сгенерилась, потому что в скрытом состоянии не было бы скрытой информации о том, что у нас где-то была одна кавычка непарная. Вот, и после запятой сгенерился бы пробел, скорее всего. Но так, типа, сетке хватает памяти, чтобы знать, что там где-то была кавычка, которую, скорее всего, где-то нужно закрыть. Ну и понятно, что после запятой кавычки пробела, там слово set, видимо, будет супертеред генерироваться. Тут подгружается тот же самый чекпорт, просто чтобы показать, как оно все подгружается. Ну и еще один пример генерироваться. Вот, можете, если хотите, сами поиграться с этим же ноутбуком, типа просто поставлять какие-нибудь контексты и посмотреть, что все генерят на их основе. Вот, единственное, что я пока что не разобрал, я не разобрал параметр top-key. Это параметр, который относится к алгоритму BeamSearch. Давайте я сейчас вас уже не буду грузить, мы с ним в любом случае еще столкнемся при обработке текста. Вот, и потом о нем поговорим. Пока что можно думать о генерации, как о том, что мы прогоняем по буквально весь контекст, который у нас есть. Берем hidden state. из нашей сетки, прогоняем его через output player нашей сетки и смотрим на вероятность всего, что может быть после этого. Берем самый вероятный и вставляем его, и по нему дальше генерируем. То есть можно об этом пока думать так, можно сделать чуть более сложную структуру, о которой в следующий раз поговорим. Можно еще вопрос? Да. Мы же здесь по сути пассиву вам делаем, поэтому, когда если мы даже слово, которого не было в тексте, вставим, оно у нас все равно генерирует продолжение, да? Да. А вот если мы обучаем, ну, токены у нас целые слова будут, если мы вставим слово, которого не было в тексте, оно сможет генерировать что-то? Обычно в словаре, если мы, ну, короче, есть понятие открытого словаря, есть понятие закрытого словаря. Открытый словарь – это такой, который может генерировать что угодно. В данном случае, допустим, буквы являются открытым. В том смысле, что если мы имеем все буквы латиницы, то мы любые слова английского языка можем сгенерировать однозначно. Бывают закрытые словари, вот как раз то, о чем ты говоришь, видимо, да, что если мы только смысленные слова записываем, в наш словарь, то слово, которое мы не видели раньше в обучении, да, мы не сможем его никак обработать. На эти случаи для закрытых словарей есть такой хак, который называется имение токена unknown. То есть все те слова, которые мы не видели на обучении, мы заменяем на специальный токен unknown и просто с ним так работаем. При этом в обучении эти unknown, они тоже обычно используются, проводится предварительный частотный анализ текста, просто который у нас есть. Вы там что-то сейчас посадили, я не спрашиваю, пока сорвали. Производится предварительный анализ текста, обычно, перед обучением модели. И берутся, считаются все уникальные слова, и, скажем, там, те, которые встречаются меньше трех раз в тексте, они заменяются на токен unknown. И получается, что у нас модель на этапе обучения как бы знает, что иногда бывают какие-то токены, которые ей неизвестны, и нужно как-то продолжить генерировать в любом случае. Ну, поскольку мы всегда генерируем не только по предыдущему слову следующее, а по какому-то контексту, в случае RNN, как бы скрытое состояние H, оно и характеризует контекст, то модель не будет ломаться всегда. То есть она всегда будет что-то генерировать, она просто будет, грубо говоря, не сильно много внимания обращать на последний токен, который мы подсунули ей неизвестным, будет обращать внимание на все предыдущие. Понятно, спасибо. Ну, короче, вот что здесь я хотел показать, то есть мы дадим слово собака, которое модель явно не видела на входе, то мы получим какой-то, кажется, бред на выходе. Короче, какие-то более-менее слова генерируются, но явно видно, что модели плохо от того, что мы ей дали. Ну, короче, да, кажется, что просто будет генерироваться некоторый более-менее бессвязный бред, если давать странные входы, которые сетка не видела во время обучения. А перенос здесь тоже был символом, получается? Перенос текста. Это, кстати, интересно, потому что мне казалось, что он сочетался исходным бьес. Сейчас посмотрим. Да, перенос тоже символ, вот backslash n, вот это вот, это символ переноса строки, да, он отдельно тоже учитывался как символ. Так что да, будет. Вот, на сегодня все. До следующего раза. Возможно, нам придется еще раз пропускать семинары, потому что одна лекция пропустилась, но посмотрим, как все пойдет. Спасибо большое. Все, покидаем. Все, спасибо за снятие.